итак сегодня мы будем заниматься канализации вчера мы выкопали отверстие вот такой вот глубины под вот эту бочку ее мы будем погружать сюда вокруг мы обсыпем камушками чтобы можно было водички уходить в почву здесь у нас будет получается септик это у нас будет траншея и будет заходить она вот отсюда канализация будет уходить туда сейчас я прокопаю траншею потом в бочке выпилю отверстие сделаю выход трубы там еще на сверлим несколько отверстий для того чтобы водичка также могла уходить в почву ну при необходимости конечно если бочка будет заполняться и соединю канализация вот такой фронт работы который я сейчас делаю сейчас копаю сразу собираю всю землю вывожу с этого места чтобы здесь было у нас чисто такая вот классно лопата с такой ручкой брал я в леруа короче классно лопата там три вида штыковая совковая и тоже типу штыковая только ну тип ставковая штыковая что-то в этом роде в общем дальше работаем я вот сначала подумал то что вот это просто обрушила земля когда присмотрелся то обнаружил тут следы как будто кто-то копал эти и вот туда получается какое-то отверстие уходит то есть это животное прокопала отверстие из этой ямы много попыток было сделать подкоп но как мы видим только одна получилось удачные вот это отверстие короче он тут не помог яму немножко под закопать спасибо тебе друг вот теперь сейчас надо вот это все выкопать убрать мусор ну ладно дырочка останется теперь земле будет туда водичку уходить и на этом спасибо таинственный друг который хотел мне помочь выкопать септик и так в общем вот примерно вот так вот канашка будет стекать сюда бочка вот сейчас я вырежу дно сделаю отверстие и все упаку его на место закопаю все и канализация работ по канализации будет уже закончена как вроде все быстро говорится как вроде быстро все складывается но на самом деле сколько это все время не занимает это полтора часа отверстие здесь где-то тоже полтора часа траншеи со сборкой канализации ну в общем еще достаточно времени пройдет пока я все это запущу работу чуть позже покажу что получилось итак работа по канализации завершена все смонтировал установил септик просверлил отверстие они нужны для того что если водичка будет наполняться то через эти отверстия она будет уходить в почву отверстия здесь горловина откуда заходит 110 труба но и сейчас вот эту часть которой нет у нас осталось пространство между бочкой и землей я засыплю боем мусора кирпичи там бетон что-то такое вот для того чтобы сделать определенную прослойку которая позволит воде беспрепятственно попадать в почву но это естественно будет вода которая будет чище чем то что будет на дне вот ну а потом здесь импровизированный люк крышка и соответственно вот это все часть будет закрываться но доступ туда всегда нам нужен для того чтобы потом будущем это все почистить да но как вы видите я уже убрал это тоже дополнительное место откуда вода будет проникать в землю все теперь это все засыпаю аккуратненько там иначе 50 канализации это уже нужно соединить вон там для выхода на кухню для душевой кабины но сотка будет у нас унитаз и раковина все пока все работаем дальше засыпаем землю вот осталось чуть-чуть у нас глины снизу с помощью ее в общем я сделаю подушку под трубой и уже сверху буду все по трамбовывать для уплотнения использовал глину притоптал ее придавил прибил с помощью такой доски таким вот образом я сделал плотное тело для того чтобы трубу было уже оттуда не достать и она не деформировалась при использовании то есть я глину забил и теперь глину меня выполняет функцию самого основного держателя этой трубы сейчас здесь чуть-чуть чернозема докидаю чтобы потом будущем здесь также все заросла травка и не было видно что что здесь проходит труба ну в общем вот так вот я обошел эту ситуацию сейчас закидываем и выравниваем отсыпаю кирпичиком боем кирпичиков по окружности бочки все уже там утрамбовал вот такой вот мелкой фракции кирпич и это крупная где-то мелкая здесь в общем все заравнял там глина тут у нас чернозем труба вот это все добью и поверху здесь вот еще глины утрамбую а сверху потом буду делать уже какой-нибудь покрытие чтобы закрыть эту бочку вот тут еще чуть-чуть осталось по периметру сейчас сюда запомню и вот она у нас отсюда будет вытекать сточные воды канализации прямо сюда в бочку итак друзья хочу вам еще также показать вот такой вот импровизированный канализационный люк который я сделал своими руками из расходных материалов об этом как это все делается как это происходит я вам расскажу в отдельном видео пока просто покажу вот этот образец какой у меня получился здесь вот спи есть специальное смотровое отверстие которое можно заглянуть внутрь потому что сейчас все это я засыплю землей выровню чтобы вот эту улику нас тут видно не баллон прочный по нему можно ходить так что переживать том что он провалится тоже не стоит когда мы его поднимаем видим что тут у нас вот такая вот яма здесь вот у нас вот установлена муфта канализационная это нужно для того чтобы мы случайным образом вот это вот не выдернули так как она сидит здесь плотно то мы его вытянуть так и не сможем тем более сейчас все это засыпем вот в общем это завершение видео про канализацию все таки я добил этот момент и закрыл септик вот септик своими руками готов оцените но также комментариях можете написать свой вариант септика какой вы обустроили у себя на участке на этом не все всем спасибо всем пока смотрите следующее видео про мою фазенту пока